Говорят, Дима Билан на грани жизни и смерти. Он отменил концерты, появился комментарий матери. Полная информация в этом видео. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Кто бы мог подумать, Витя, он же Дима Билан. Молодой парень, всего-то 41 год, 42 будет только в декабре. Вот появилась информация в Инстаграме, что отменены концерты. В частности, в Тюмени, Чулябинске, Перми, Екатеринбурге. Перенесены они на неопределенный срок. Дима Билан заболел, он сейчас в больнице. Говорит, что билеты будут действительно на новую дату. Прокомментировала мать, говорит, у него бронхит, цитата. Знаю, что был на обследовании, больше не созванивались. Дима меня щадит, не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним видел, если ему было плохо, сегодня не встречались. Нас созвониться, сказала мама Нина. Самое опасное, говорит, осложнение могут привести к воспалению легких. А такая проблема уже у Димы Билана была, цитата. Того, что говорит мать еще, у него обычное осложнение идет на легкие. Поэтому это опасно. Воспаление легких было уже не один раз. Приходится в больнице долго быть. Боимся мы этих болезней. О том, что певец Дима Билан госпитализирован, стал известен еще вчера в среду. У него проблемы с голосом. Ему сложно дышать, естественно, не может петь. Наблюдается у пульмонолога. Тот запретил всяческий перелет и говорит, здоровье может ухудшиться. Дима Билан в инстаграме выложил пост. Как видим, он у процедурного кабинета сдает анализы, пьет таблетки. И говорит, что некоторые концерты он не переносил, в частности в силе. Омск 30 октября, Новосибирск 1 ноября, Томск 2 ноября, Ташкент 6 ноября, Астана 8, Алматы 9, Киров 20, Чебоксары 21 ноября и Нижний Новгород 23 ноября. Действительно, здоровье очень важно беречь. Ведь зачастую мы с вами работаем, мы не замечаем о том, как себя чувствуем. Тем более, сейчас переходный период. Многие привыкли ходить налегке, как летом, как весной. А уже действительно скоро зима, поэтому важно одеваться потеплее. Ну и, конечно же, инфекции. От этого никто не застрахован. Опасность повсюду, опасность кругом. Я искренне желаю артисту здоровья и восстановления. Кстати, сам в свое время трижды видел Диму Билана. Так получилось, когда ездил на съемки на программу «Вечерний урган». Билан был в гостях. Видел Диму Билана также на концерте в Минске. И общался с ним лично на пресс-конференции. Тогда еще работал в газете «Вечерний Минск». Так получилось, что на пресс-конференцию со мной пришел Антон Солодуха. Это сын известного белорусского певца, заслуженного артиста Александра Солодухи. И он пишет песни. Он хотел Билану предложить свои. Даже записал их на диск. Диму Билану я задал вопрос, как он относится к молодым авторам. Поддерживает ли, Боже, или нет. И принимает ли от них какие-то композиции. Он сказал «да». И как только сказал «да», я говорю, вот со мной тоже Антон Солодуха. Он пишет песни. Прими этот диск. Будь может что-то понравится. По факту, конечно, прошло уже лет 15. Ни слуху, ни духу. Да, Билан заболел. И те песни, которые я предложил от своего друга Диме Билану, их нигде нет. Они не звучат. Напишите, друзья, ваши комментарии, как относитесь к этому артисту. Конечно, оцените видео, чтобы вы увидели другие. Можете подписаться. Обсуждаем самые важные и интересные новости вместе. Есть варианты поддержки канала. Номер карты, а также донат, аллерс, донаты из любой системы, из любой страны. Можно направить мне. Ссылка в описании под этим видео. Друзья, очень благодарен, что мы вместе каждый Божий день обсуждаем самые свежие новости. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. И берегите себя.